Приветствую! Как мы с вами знаем, Безуглая написала в своем фейсбуке о том, что в Верховной Раде рассматривается вопрос постановки на воинский учет женщин. И очень интересная реакция самой Безуглой, что мол, а что здесь такого? И поддержала ее еще также Савсун, которая тоже говорит, что а что, мол, здесь такого? Мол, если для обороны страны это нужно, то, конечно, это нужно. И нужно ставить женщин на воинский учет и, соответственно, о чем мы говорим? Да, о возможности призыва женщин на воинскую службу, потому что человек, которого ставят на воинский учет, его же не просто так туда ставят. Безусловно, и Безуглой и Савсун, легко это говорить. Почему? Ну, потому что у них есть отсрочка. Как мы с вами знаем, в соответствии, во-первых, с Конституцией Украины, Верховная Рада продолжает свое действие во время военного положения. То есть депутатского мандата они не лишаются, а в соответствии с законом о мобилизации у народных депутатов есть отсрочка. И в этом плане, когда ты точно знаешь, что у тебя до конца военного положения будет отсрочка, то, конечно, тебе легко говорить о том, что, мол, ну а что здесь такое? Оборона нужна? Нужна. Значит, давайте призывать женщин. И, в принципе, здесь глобально возразить нечего, да, потому что если мы поговорим о законодательстве действующем, да, то, в принципе, есть основы для этого. И мы чуть позже сейчас посмотрим, да, вот Конституцию Украины и закону воинской обязанностей и воинской службе. Но мне бы здесь хотелось перед этим другое сказать, что, да, конечно, оборона страны это, ну, жизненно важный вопрос. И, безусловно, у всех граждан есть эта обязанность и ее надо выполнять. Здесь сомнений нет. Но вопрос в другом у меня, что эта обязанность, во-первых, у всех граждан, да, а, как мы знаем, некоторые граждане у нас роднее и повывозили свои семьи и почему-то их дети не служат. Ну, то такое. Вопрос даже не в этом. Для меня принципиальный вопрос в другом стоит. А почему мы каждый день видим новости там от Безуглой, от других депутатов о том, что они делают для армии, что они делают для победы страны военным путем. И единственное, о чем мы не видим новостей, а что они делают для того, чтобы прекратить боевые действия. Ведь у нас же есть кабинет министров, есть целый президент, есть дипломатический аппарат у нас, есть дипломаты, есть люди, которые, я не знаю, там, образование соответствующее получали, да. И вот вопрос, а где эти дипломаты сейчас? Что они сейчас делают? Кроме того, что они решают вопрос о том, как продолжить боевые действия. И что мы будем делать в условиях боевых действий. Может, нужно вопрос ставить принципиально по-другому. И наша цель должна быть не в том, чтобы победить военным путем, а цель в том, чтобы остановить боевые действия, сохранив тем самым то, что является наивысшей социальной ценностью в стране в соответствии с Конституцией, человеческую жизнь. Может, мы об этом должны говорить, а нас все время уводят в какое-то другое русло. Мы говорим, там, дроны, шмоны, там, все-все, усиление мобилизации, отмена отсрочек, расширим полномочия ТЦК и так далее, и так далее. Но мне кажется, что не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что, во-первых, нас меньше. И просто от того, что мы призовем даже всех мужчин, это не значит, что мы победим. Это ведь не гарантирует нам победы. Но и вопрос, какой ценой будет эта победа. И мне в этом вопросе хотелось бы, чтобы наши народные избранники, да, ведь они же должны представлять наши интересы. А мы что хотим? Мы хотим жить. Наша жизнь есть наивысшей социальной ценностью, как это записано в Конституции. И мы хотим мира. То есть, ведь для нас, ну, давайте честно скажем, для нас важна не победа именно военным путем. Нас устроит абсолютно победа дипломатическим путем. Так вот вопрос, а что вы делаете, дорогие депутаты, Кабмин, президент, для того, чтобы прекратить и победить это все дипломатическим путем? И не нужно говорить, что нет дипломатии, это невозможно и все такое. Но, как мы знаем из интервью о Рахамии, именно с помощью дипломатии мы смогли продолжить боевые действия. И у нас был шанс их остановить. То есть, дипломатия работает. Ну, либо не надо тогда верить Рахамии, да. Хотя это официальное лицо правящей партии, который сказал, что у нас была возможность. Так может, нужно вернуться к этим вопросам? Может, стоит вернуться к вопросу о том, как остановить боевые действия? И сделать это дипломатическим путем, а не думать о том, как давайте побольше сейчас людей мы призовем, ну и что? Ну, мы забыли, что там немножечко больше людей, чем нас. Мы хотим мира и победы мы хотим, в первую очередь, дипломатическим путем. Потому что именно дипломатия, она спасает жизни. Война, даже победа военным путем, она заберет жизни наших людей. А мы хотим эти жизни сохранить. И хотелось бы, чтобы депутаты и все остальные делали как можно больше для этого. Но это такое, знаете, из разряда желаемого. А что действительное? Действительное у нас есть законодательство. Есть Конституция Украины. И вот давайте сейчас посмотрим с точки зрения законодательства. Возможен ли вообще призыв женщин? Возможно ли постановка женщин на воинский учет? И если невозможно, что нужно для этого сделать? Итак, смотрим сначала Конституцию Украины. А в Конституции мы посмотрим уже давно известную нам статью 65, которая содержит такие слова. И здесь не нужно быть юристом, чтобы понять, что вот эта конструкция и обовязком громадян Украины имеет в виду и распространяется на всех граждан Украины. То есть все граждане Украины, независимо от пола, обязаны защищать отчизну. И дальше обратите внимание, что громадяны «Видбывают в войсковую службу, видповидно до закону». То есть с точки зрения Конституции воинский учет женщин и призыв их для защиты государства не является неправомерным. То есть он является полностью конституционным. А проходить эту службу они будут в соответствии с законом. И у нас есть такой закон. Закон о воинской обязанности и воинской службе. И сейчас мы его с вами посмотрим. И здесь мы посмотрим часть 11 статьи 1. Потому что именно в этой части содержится информация о том, как происходит воинский учет женщин. И вот смотрим, что здесь написано. Женки, которые придатны до проходения військовой службы за станом здоровья и веком и закончили заклады профессийно-технично-фаховой передвищей або вищей освяти и получили медичную або фармацевтичную специальность, подлагают взятю на військовый облик військовозобовязанных. То есть мы здесь видим то, что мы и раньше знали, что медики и фармацевты обязательно становятся на воинский учет, независимо от их желания. А вот во втором абзаце этой статьи здесь сказано, что те женщины, у которых споридны на специальность, они и ставятся на воинский учет. Вот смотрите, борются на військовый облик військовозобовязанных за их божанием. И теперь вопрос, а что нужно сделать, чтобы в соответствии с законом любую женщину можно было поставить на воинский учет и призвать, а изменить только вот эту статью. Что нужно сделать в этой статье? Нужно удалить вот эти слова и закинчили заклады профтехосвяти и так далее, и добули медичную и фармацевтичную специальность. То есть если мы из этой статьи удалим эти слова, то у нас получится следующее. Женки, які придать недопроходження військовой службы за станом здоровья тавикам, підлягають зятью на військовый облик військовозобовязанных. А абзац второй нужно просто полностью удалить. А теперь вопрос, как легко это сделать? А сделать это достаточно легко. Для этого нужно внести лишь законопроект о внесении изменений в часть первую статьи 11 закона про ВО и ВС, проголосовать его и подписать президенту. И как мы с вами знаем, когда стоит какая-то задача у государства, у правящей партии, они имея монобольшинство в Верховной Раде, могут это сделать до за пару дней. Им не составит труда за пару дней проголосовать такой закон. И в итоге окажется, что все женщины будут обязаны становиться на воинский учет, и их можно будет призвать. К сожалению, вот такая ситуация. И здесь единственная надежда только на то, что либо прекратятся боевые действия, либо все-таки государство не пойдет на призыв женщин. Потому что с учетом того, что на сегодняшний день женщинам можно выезжать из страны, то может так случиться, что они просто все уедут. Все, кто попадает под призыв. И что мы тогда будем делать? Мы просто потеряем людей. Ну, либо государство внедрит, соответственно, запрет на выезд женщин. Ну, для того, чтобы после принятия такого закона они все не выехали. Что из этого будет, мы не знаем. Никто на сегодняшний день, я думаю, не знает. И, к сожалению, вынужден констатировать тот факт, что вот таких вариантов исключать нельзя. То есть, если запретили выезд мужчинам, то почему не могут запретить выезд женщинам? Какие основания для этого есть полагать? Если у нас уже с автоматчиками ходят по тренажерным залам, по торговым центрам, по этим санаториям. Ну, после этого может быть все, что угодно, в принципе. И, соответственно, могут запретить женщинам выезжать. И, к сожалению, ни один суд нам в этом не поможет. И, к сожалению, вынужден констатировать, что и адвокаты в этой ситуации ничем не смогут помочь. Да, потому что, а все будет по закону. И все. Будем надеяться, что этого всего не произойдет. Будем надеяться, что все-таки наши политики начнут думать о... Больше... Может, они и сейчас думают, да. Но начнут больше думать о жизнях людей. И включать все свое дипломатическое мастерство. Если у них такое еще осталось. И принимать соответствующие действия для того, чтобы на территории Украины, на всей территории Украины воцарил мир. Чего я всем нам искренне и желаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok